Здравствуйте, дорогие друзья охотники! Ну что, проголодались? Есть охота? Сегодня мы будем готовить лосятину в пиве. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я им нашпигую мясо. Нарезаем его брусочками небольшими, тонкими. Так. Вот такими узкими брусочками. Берем мясо наше. Берем вот такой длинный острый ножик. Делаем надрезики в мясе. Вот так. Так. И брусочек туда помещаем. При помощи ножа. Все. Вот таким образом. Второй надрезик делаем. И точно так же. Берем брусочек. И таким образом мы нашпигуем все мясо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В лосятину так все-таки оно мясо нежирное. Жира в нем практически нет. Поэтому мы и шпигуем салом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. Вот таким образом мы нашпиговали. Но теперь мне хочется его обжарить. Конечно, можно его не обжаривать. Прямо сложить в горшок, залить пивом. Но мне вот хочется его обжарить. Потому что все-таки вот это вкуснее, обжаренное мясо. Поставим сковородку на огонь. Разогреем ее и добавим масло. Масло растительное, оливковое, какое хотите. Вот так. Ложки 2-3 столовых. Сейчас оно у нас разогреется. И обжарим его со всех сторон до такой румяной корочки. Вот так. Пока мясо я обжариваю, я заранее зажгу духовку. Духовка должна быть, конечно же, разогретая. Духовку разогреваем до 200 градусов. Вот так мясо поворачиваем. И поворачиваем и обжариваем со всех сторон. На сильном огне. Приготовим горшок для запекания. Вот такая у меня чугунная утятница. По форме мясо как раз сюда умещается. Так. Вот так. С этой стороны. Вот так. Со всех сторон мы его обжариваем. Чтоб у нас такая корочка коричневая получилась. С этой стороны еще пару минут. Вот так. Ну все, пережаривать тоже сильно не нужно. Возьму горшок и переложим мясо в горшок. Так, все. Аккуратненько. Теперь я его заливаю пивом. Пиво нужно заранее достать из холодильника, если оно у вас там стоит, чтобы оно было комнатной температуры. Так, теперь нам понадобится лук и морковка. Вот даже одной луковицы здесь будет много. Я возьму половинку. Половинку разрежу еще пополам. Вот так. И морковки немного. Где-то третья часть морковки. Также сюда добавляем. Так, теперь я сюда добавлю кориандр. Пару щепоток. Перец горошек. Лавровый лист я буду добавлять где-то за полчаса, может, минут за 40 до окончания готовки. Так, ну и что? Еще нам понадобится соль. Целую ложку без горки. Аккуратненько добавляем, иначе появляется пена. Реакция пошла. Так, все, соль я добавила. Так, немножко ложечкой его трампуем. И ставим мясо в духовку. Крышкой я накрывать его пока не буду. Крышкой накрою где-то за полчасика. Ну, когда лавровый лист буду добавлять, тогда я накрою крышкой. Ставлю в духовку. Все, и по мере выкипания пива я буду его добавлять. Я думаю, что лосятина будет часа два-два с половиной тушиться в духовке. Пока мясо у нас в духовке тушится, я хочу приготовить что-то остренькое к мясу. Соус, салатка, хотите это назовите, это вот самые простые продукты, свеклу. Я использую маринованный огурец и чеснок. В общем-то, я здесь Америку не открываю. Это всем известный в народе называется салат, но я его назову соусом. Я потру все это на мелкой терке. Вот. Свеклу я заранее сварила, почистила. Все, свеклу я потерла. Перекладываю ее в такой салатник, в соусник можно. Так, теперь нам понадобится маринованный или соленый огурец. Это все равно, какой есть. Это не принципиально, но только нужно его почистить. Кожура нам не нужна. Чищаем кожуру. У меня маринованные огурцы. Три огурчика, я думаю, вот достаточно таких. Так, еще один. Так, все. Натрем на терке, опять же на мелкой, на такой же. Вот так все три огурца. Добавляем к свекле. Теперь возьмем чеснок. Это у меня уже почищенный. Так. И чеснокодавилку. Все, чеснок раздавили, все перемешиваем. Можно сюда добавить еще грецкие орехи. Дробленые, мелкодробленые грецкие орехи. Вот. И чуть-чуть я добавлю этого сока ложечку. Вот так все. Вот такой у нас получился соус. Так, прошло где-то чуть побольше часа. Я посмотрю, что у нас в духовке. Опа. Оно добавлять здесь ничего не надо. Единственное, что я хочу, это мясо немножко вот так перевернуть. На другой бочок его. Так вот. Вот. Пусть оно у нас будет так. Ну, хотя вот теперь можно пиво и долить. Можно чуть долить. Все. Закрываем духовку. Возглашательно запекается уже три часа. Я открываю духовку. Выключаю ее. И достаю наш горшок. Опа. Все, духовку закрываем. Вот так. Теперь нам нужно это мясо достать на тарелку. Так, сейчас мы его... Опа. Вот так положим. А мясо мы порежем. Вот на такие порционные кусочки. Опа. Хорошо мясо уварилось. Отлично. Ну, вот так вот. Таким образом мы нарежем мясо. И будем подавать его к столу. Ну, как я вот уже вам показала, можно сделать вот такую остренькую закуску. Или соус, как его можно, как угодно можно израть. Что-то остренькое. Хрень, горчицу. Вот у меня здесь маринованные огурцы остались. Приятного аппетита. Для приготовления двух килограмм лосятины потребуется 100 грамм свиного или кабаньево сала. Полтора литра светлого пива. Одна головка репчатого лука. Одна морковь. Три-четыре столовые ложки растительного масла. Десяток горошин черного перца. Одна чайная ложка кориандра. Одна столовая ложка соли. Типа. Однаrenceeneca. Типа. Одна желчная ложка. Одна чайная ложка Самины желчная ложка. Продолжение следует...